Здравствуйте! Я вам рассказывал о малогабаритной кратковолновой радиостанции Улеема для радиосвязи из походов. А сейчас я вам расскажу о комплекте этой радиостанции, что в него входит. Эта радиостанция комплектуется вот такой вот небольшой оранжевый сумкой, или можно сказать, что все его компоненты упаковываются, укладываются в эту сумку. Сумка на молнии, раскрывается на две половинки, и в ней собственно находятся отсеки, кармашки для разных компонентов радиостанции. Может быть в дальнейшем эта сумка поменяется, или что-то еще в комплекте радиостанции поменяется. Но сейчас пока комплект такой, я вам о нем рассказываю. Значит здесь шесть кармашков. Три кармашка с одной стороны для размещения антенны. Антенна складывается в виде трех частей. Одно плечо антенны наматывается на свое мотовило, которое является в том числе и изолятором антенны. Второе плечо точно также, антенна симметричная. И центральная часть антенны тоже наматывается на свое мотовило, и все они укладываются в три отдельных кармашка. С другой стороны сумки тоже есть три кармана, но в отличие от антенных кармашков они имеют разные размеры и предназначены для хранения самой радиостанции, аккумуляторной батареи и еще один карман для смартфона, который будет работать в системе KV Pager. Сейчас у меня здесь смартфон не уложен, но в общем-то это неважно. Смартфон сюда, я думаю, практически любой поместь. У меня достаточно крупный, и то он сюда убирается с запасом. Вот такой комплект. Также в комплект радиостанции входит еще и зарядное устройство для аккумулятора. Вот такого типа оно с проводом и с разъемом на конце для подключения. В сумке в чехле места для зарядного устройства нет, так как эта сумка предназначена для использования в походных условиях. Естественно, такой зарядник с собой в поход брать не следует, потому что как минимум 220 в лесу вы для зарядки нигде не найдете. Ну а уж если вы идете не в поход, а едете куда-то, то я думаю найдется место, куда положить это зарядное устройство. Этот проект радиостанции Улейм развивается, и в новой версии радиостанции есть небольшие отличия от того, что я вам показывал в первоначальном обзоре. Первое, что это конечно незначительное отличие, на корпусе радиостанции появилась вот такая наклейка с названием радиостанции, на которой также подписана рабочая частота и назначение всех разъемов и органов управления кнопки и светодиодиков соответственно. Антенна, которую я вам показывал в первоначальном обзоре этой радиостанции, тоже так сказать была заменена, и сейчас радиостанция комплектуется вот такой антенны. Отличается она от первоначальной версии тем, что вместо тонкого коаксиального кабеля, достаточно хрупкого и нежного, здесь используется витая пара из того же самого провода, из которого сделаны плечи антенны, то есть достаточно тонкая и легкая. И получается, что у нас антенна запитывается симметричной линией. Это симметричная линия, витая пара, свита с очень небольшим шагом скрутки, соответственно имеет достаточно низкое сопротивление, близкое к 50 Ом. И антенна теперь выглядит вот так вот, соответственно центральный ее узел с симметричной вот этой вот линией свитой пары и два плеча длиной примерно по 10 метров с удлинительными катушками, каждый на своем мотовиле. Практически от первоначальной антенны мало чем отличается, по эффективности вообще разницы никакой нет, но вот такой вот проводок используется, он немножко более надежный, чем коксиал. Как минимум, если он у вас порвется, то его легко можно зачистить ножом и соединить. И он более гибкий и более, так скажем, неприхотливый, чем тот тоненький коксиал, который был в первой версии радиостанции. Еще хочу сказать несколько слов по поводу этой радиостанции у Лейма вообще. Были такие интересные комментарии в видео про эту радиостанцию, из которых следует, что не все поняли основное назначение этой радиостанции. Она нерадиолюбительская, не предназначена для радиолюбителей. Потому, что некоторые советовали сделать индикатор установки частоты и так далее, и все остальные радиолюбительские функции. Их здесь нет и не будет. Здесь одна кнопка не потому, что это радиостанция упрощенная какая-то модель, а потому, что она ориентирована на то, что ее будут использовать люди далекие от радиосвязи не радиолюбители, не связисты, а какие-то походники, группы людей, которые идут в поход туда, где нет сотовой связи, им нужно хоть как-то передать информацию. Вот для них она и предназначена. Поэтому здесь нет никаких органов управления. И ЖКИ с частотой, с кнопками, тем более с валкодером, здесь не будет никогда. Она не для этого предназначена. Это первое, что я вам хотел сказать. Второе, то что заявленная дальность связи 150-200 километров. Она, конечно же, эта радиостанция обеспечивается, как и любой другой, имеющий аналогичные характеристики. Но чтобы эту дальность обеспечить, обе точки, между которыми вы связываетесь, должны находиться в полях, должны находиться в обстановке, где нет помех бытовых. Сейчас в любом даже очень небольшом поселке или деревне огромный уровень помех. Из-за того, что там используется много современных импульсных источников питания для зарядки телефонов, для питания каких-то спутниковых ресиверов, или же для светодиодных осветителей любых. Вот эти все устройства, они создают огромный уровень помех. И если ваша базовая станция, какой-то базовый лагерь будет находиться в поселке, из этого поселка кто-то пойдет в поход с радиостанции Улейма, то, конечно, обеспечить связь на расстоянии 150-200 км будет достаточно сложно, потому что какой бы вы не использовали трансивер в качестве базового, пусть не Улейма, а какой-то 100-ваттный аппарат, трансивер за 1000 долларов, он все равно не сможет принять сигнал этой Улеймы, потому что он будет находиться в поселке, если или в деревне, или, не дай бог, в городе, там, где очень большой уровень помех. То есть такая дальность связи обеспечивается только между радиостанциями, расположенными в полях, обеими станциями. То есть обе станции должны быть в полях. Не обязательно обе должны быть Улейма. Одна может быть Улейма, с которой ушли пешком, а другая может быть какой-то радиолюбийский трансивер или профессиональный. Но он тоже должен быть в полях, а не в населенном пункте, потому что в населенных пунктах очень много помех. Или уж если вы располагаете в населенном пункте, то вы должны понимать, что вы делаете, как и где нужно расположить антенну, чтобы она принимала минимум помех. Вероятно, в дальнейшем в конструкции этой радиостанции и в ее комплекте будут еще какие-то изменения, так как у автора проекта есть множество идей, что можно здесь еще улучшить, доработать. По возможности постараюсь вам об этом рассказывать. А сейчас на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, используйте радиосвязь не только для любительских целей, но и для профессиональных, для бытовых. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. До свидания.